возвращаемся в рейнболд ух я ждал это обновление целый месяц вот с момента его объявления я прямо ждал специально записал побольше эпизодов виктории и software inc чтобы иметь сейчас возможность насладиться этим коряем скорость нужно древесина здесь профессор нам сейчас помогает мастерица пока что носят вещи окей уже начинает строить столик отлично и у нас на есть мрачный стиль или как он там как с него перевели до мрачных поэтому вот стол у нас выглядит таким образом нибудь на карте наверняка есть развалины нету верни развалины есть но в них нет мебели обычно там еще бывают с мебелью развалины не вижу муки носороги боевые носороги кстати очень классная тема в этой игре стена из стали но это мне кажется не не зона опасности зона опасности у нас вот здесь так ты не с того начал тоже неплохо но нет вот лучше краб с кровати начни профессор а ты кстати вот это собери мы могли тут дверь поставить стенку поставить он профессор читает книжку и прокачивает свои скиллы там уже спим два раза в день правильно лично так дикое растение которое еще не выросла вот здесь выросла и здесь выросла мастерица давай ты начнешь с кровати чтобы вы могли спать хотя бы не на земле а на кровати низкий уровень скилла пока что низкий поэтому уровень навык да и поэтому она постоянно портит не дать не доделывает кровать плохого качества качество кровати влияет на шанс успеха операции скорость выработки иммунитета и эффективность отдыха чем скорость выработки иммунитета по-моему не особо то есть там он 107 так и остается при любом качестве а вот на шка шанс успеха операции прям сильно влияет на базовое значение 107 итоговая 107 здесь мы видим базовое значение 100 и сколько здесь всяких есть коэффициентов и то же самое с эффективностью отдыха базовое 100 множитель качества и того 92 и теперь у нас есть кровати плохого качества ну ничего страшного нет и давай вот лучше до мебель строй а профессор займется рубкой деревьев потому что чем выше скилл тем лучше тем быстрее выполняется работой тем выше качество поэтому профессора в растении него него в растении вот 5 мастерицы только два поэтому она делает долго и качество и меньше дерево получает на выходе лично скоро мы закончим стены так построим крышу тогда наши люди будут это за книжка которую они читают растение вот это ближний бой ну чё так а кстати я про тебя забыл так пойдем как мы с тобой на охоту вот эти штуки взрываются поэтому на них мы охотиться не будем а вот здесь есть кролик зайчик где охотиться на зайчика бум 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 пупыри имеют регенерацию то есть они автоматически восстанавливаются поэтому то что он получает травмы это не так страшно как зайчика и давайте мы его принесем вот сюда так а у нас надо будет еще разделочный стол разделочный стол и и и пока что все упырек и он уже выздоровел полностью лично у нас белочка и сюда поправляйся потом еще на кого-нибудь будешь охотиться тем наш ребята спят на этих штук мы будем стараться не охотиться они взрываются и вокруг образуется пожар поэтому нам это не нужно так нам нужно сделать домашнюю зону домашняя область все что находится в домашней области первую очередь она эта территория убирается во вторую очередь она эта территория все что находит только то что находится в домашней области будет чиниться чиниться убираться и И при включении вот этой галочки будет строиться. То есть если у нас разрушат стену, и она находится в домашней зоне, то стену мы будем... Она автоматически получится задание проекта на новую постройку новой стены. Окей. У нас все потихонечку налаживается. Да. Не можешь строить стулья. У тебя скилл маленький. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Давай мы тогда табурет тебе поставим. И перенесем шахматный столик туда, где ты вошел. Все. Наконец окружили комнату стенами. Справа внизу мы видим, что надпись без крыши. Но эту крышу сейчас мы построим. Для строительской крыши ресурсы никакие не нужны. И оп-поп-поп. Все. Теперь здесь считается внутри. Потому что полностью окружена стенами и покрыта крышей. Окей. Следующее, что нам нужно здесь сделать, это пакел. И разрешить вот эту зону посадить цветы. Потому что в данный момент качество нашей спальни омерзительное. Но когда мы посадим здесь цветочки, то комната получит сразу небольшой баф. И людям станет приятнее внутри находиться. Пока что они получают штраф. К настроению. Во-первых, что там темно. Во-вторых, ужасная общая спальня. Ела на земле. Плохо спала. Профессор отказал. Это подкатывало к профессору. Профессор 39 лет. Мастерица 30. Ну, в принципе, не такая большая разница. Так, упырек выздоровел. Ну, покушать не хочешь? Нет? Так, у нас там двое есть. Пока что этого хватит. Блин, ну, упыреку хотя бы, чтобы он вещи носить мог. Хоть какую-то пользу приносить. Грузчиком бы подработал. Так, мастерица, давай-ка ты лампочку нам построишь. Пакел. И с черепочком. Потому что у нас стиль мрачный. Ну, и как видим, цветам для роста хватает. Умеющегося света. Фонари и факел. Лампочки и факелы дают 50% света. Цветам нужно всего 30, чтобы расти. Остальным растениям нужно не менее 51%. Сделано специально, чтобы нельзя было использовать факелы и лампы обычные. Для создания парнифол. Мастерица, ты что гуляешь? Развлекаешься? А, нет. Просто шла за обломками. Окей. Ну, вот мы видим, впечатление от комнаты постепенно растет. По мере посадки цветов. Плюс посадка вот таких вот цветов внутри. И помимо того, что улучшает качество комнаты, оно еще и дает бонус к скиллу. То есть скилл растет. То есть таким образом можно легко прокачивать навык растения и водства. Вот видим уже 6,14 навыков. То есть это такой несложный способ быстро прокачивать. Потому что цветы будут быстро достаточно. У них короткий срок жизни. Поэтому их нужно будет пересаживать часто. Да, из-за этого у нас будет замедляться вся остальная работа. Но зато мы прокачаем скилл. И пока у нас здесь нету других украшений в комнате. Это позволит нам... Вот уже спальня имеет посредственное качество. Вот уже неплохое. То есть мы будем ее качество улучшать. Так, давайте-ка мы начнем... Сейчас он перетаскает все это дело. Вернее, она... И потом... У нас опять не хватает древесины. Сейчас профессор здесь закончит и натаскает нам древесины. Мы пока можем тогда построить электростанцию. Ветреной, верно, и ветрогенератор. Еще нам понадобятся батареи и провода. Кабели. Сейчас, извиняюсь, не провода, кабели. И в обновлении 1.5 появились вот эти спрятанные кабели, которые при постройке, их не будет видно на земле. И плюс к этому они имеют дополнительную защиту. То есть они меньше шансов, что они вдруг дадут пробой. И мы останемся без электричества и возникнет пожар. Так, 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 как бы нам это сделать? Мы сделаем вот так. Мы поставим его сюда. Здесь поставим еще один сюда. Две батарейки и над ними сделаем крышу. Потому что батарейки могут коротить, если они не будут покрыты крышей. Упавший монолит. Волна жути накрывает ваших поселенцев. Упавший монолит пробуждается. Мало-помало он начинает меняться и искажаться, превращаясь в нечто новое. Всего через несколько дней процесс будет завершен. Будьте готовы. Профессор, ну-ка иди исследуй, что мы там такое. Что это там такое? Происходит. У него какие-то волны исходят. Его вон колбасит. Трещина какая-то там вон в земле. Темная металлическая поверхность монолита теплая на ощупь. И профессор как будто слышит изнутри тихий гул. Линии на его пыльной поверхности сплетаются в жуткие узоры. И кажется, что уже узоры шевелятся. Профессор сосредотачивается на узорах, пытаясь понять их значение. Гул усиливается. Узоры уже плывут у несчастного профессора перед глазами. Но поверхность не меняется. Пустое пространство вокруг словно дополняется силой. Профессор начинает видеть какую-то темную фигуру. Аномалия пробуждается. Не отвлекаться от аномалии. О, трещина пропала. Здесь появилась. Здесь появилась. Мне кажется, сейчас какой-нибудь звездец случится. Ёперт, театр. Профессор сбежал. Пока монолит выворачивала и корежила, профессор испытал жуткое видение. В этот краткий миг он все осознал. Монолит не более чем дверь. И эта дверь пока что едва приоткрыта. А по ту сторону, постепенно проникая в нашу реальность, клубится нечто невыразимо мрачное. Во власти ужаса и воодушевления одновременно, профессор понимает, что может узнать больше, если продолжит исследование монолита. Открыта категория сооружений. Аномалия. Открыта вкладка технологий. Аномалия. Открыт кодекс темных феноменов. Теперь вы можете изучать монолит и разнообразных тварей, чтобы развивать аномальные технологии. Аномальный монолит. Вы активировали монолит. Это проводник для пси-энергии. Пока что едва открытый. По ту сторону затаился невообразимо ужасный разум. И он уже попробовал наш мир на вкус. Похоже, монолит активен только частично. Но отключить его не получится. Чтобы узнать о монолите больше, вам придется нарастить его мощность. А для этого понадобятся особые исследования. Текущий уровень монолита 1. Чтобы перевести монолит на следующий уровень, вы должны обнаружить не менее 8 тварей уровня обычные. Обнаружено 2 из 8. Ууу. Изменился. Окей. Серая пелена. На поселение опустился зернистый туман. Он пахнет древностью и раздражает кожу. Его неестественная серость навевает жуть. Так, у нас открылись исследования. Возвание к пустоте. Создавайте места для псионических ритуалов, чтобы их проводить. Используйте ритуал Возвание к пустоте, чтобы обнаружить новых тварей. Давайте исследуем. И да, мы можем параллельно вести исследования, потому что они совсем в разных категориях. Окей. И по-разному делаются. Давайте мы поднимем до двоечки исследования, темные исследования, чтобы исследовать этот монолит. Так, тут пара вон трупов валяется. Давайте мы из них черепа достанем. Так, тут крыша есть. Нет. Не успел достроить. Ушел читать книжку. Возвание к пустоте 0.3 в час. Шанс истерики 1% в час. То есть, по идее, вот эту книжку, когда он читает, да, мы получаем опыт к этому исследованию. Окей. Вперёг нож тут гуляет. Давайте его, кстати, создадим область. Отзовём её база. Такую выделим область. И туда назначим упырька, чтобы он далеко не убегал. Был рядом с базой всегда. О, дикий лечебный корень можно собрать. Отлично. Так, теперь мы можем... А мы ещё здесь не закончили. Так, мы здесь закончим. Потом уже идём к остальному. Попопом. Трубики ты уже съел, что ли? Да иди, добывай себе еду. Енот. Нет, с медведем ты вряд ли справишься. Индюк. Белка. Мосорог. Заяц. О, иди сюда. Горный козёл. Станет нашей следующей целью. Бум, бум, бум. Вот. Нам достаточно, чтобы он начал истекать кровью. После этого мы убежим. Когда он умрёт, то мы заберём готовый тело. 18 часов. Давай ещё один удар, чтобы поменьше было. Ну, и всё. 12 часов. Этого более чем достаточно. Можем убегать. И горный козёл прекращает преследование. Потому что это животное. Если мы здесь посмотрим. Вероятность того, что животное на нас сагрится. И будет за нами. Нас активно атаковать. При нападении. И при попытке приручения. Да. И мы видим, что у горного козла такого шанса нет вообще. Олени появились на карте. Неплохо. Так. О, мы засаживаем уже хлопчатник. Чтобы получить хлопок. То бишь ткань. А мастерица что делает? О, изучает наш монолит пустоты. Необходимо обнаружить не менее шести тварей монолита. Для повышения уровня. Так что у нас только две. А кстати. Тёмный кодекс. Монолит пустоты. И упырь. А тут все потенциальные. Простые. Обычные. Продвинутые. Сверх сложные. И новое древо исследований. Вот для аномалии. Оно конечно. Не маленькое. Нифига ни разу. Так что очень даже интересно. Росток древа предвестника. Корявые ветки таких деревьев покрывают нечто похожее на плоть. А питаются они трупами и сырым мясом. Если регулярно оставлять рядом с ними такие удобрения, вырастет целая роща. Племенах верят, что эти в деревья посланники безумного бесплотного божества. Повелителя Черного океана. В конце легенды божество выходит из воды и опрокидывает небеса. Создаем трупохранилища. Люди кроме странных и неестественных мертвецов сюда не подходят? Нет, мы там не будем хранить поселенцев. Хотя, почему бы и нет Странных и неестественных мертвецов. Почему бы и нет? Животные и трупы твари. Только единственное, что мы сделаем, дадим тебе низкий приоритет. Потому что с обычным приоритетом, то есть животных свежих, негнилых, мы в первую очередь тащим сюда. И только во вторую очередь будем тащить туда. Окей. Горный козел. Все еще истекает кровью. Окей. Все, мы накрыли батарейки крыши. Отлично, теперь они не будут... Не будет там короткого закмыкания. Монолит ушел на кулдаун. То есть мы его исследовали на какое-то количество. После чего у него кулдаун в два дня. Отлично, мы сделали разделочный стол. Разделывать птушку. Давай повторять до 150 единиц мяса. По-попом. И радиус небольшой. Только то, что мы уже сюда принесли. Окей. Давайте ускоряться. О, мы сюда отнесли. О, здесь их даже два таких дерева. Уширяем. Мы сюда относим трупы, которые вот здесь лежали, около монолита. Черепа мы, кстати, достали. Отлично. Значит, мы можем поставить, поставить, поставить. О, где луги? О, череп на колу. Здесь и здесь. Окей. Давайте двигаться дальше. Стол для исследований. Да, нам нужен. В первую очередь нам нужно закончить ветрогенератор. Наверное, скилла не хватает. Точно. Блин. Скилла не хватает для ветрогенератора. Я говорил, нужен скилл минимум в четверку. Ну, у нас уже почти 3,7. Взгляду крат раскрыт. Взгляду крат. Что это за хрень? Истощенные, деформированные гуманоиды с острыми изогнутыми когтями из биоферита на руках. Взгляда крады существа хрупкие, но благодаря способности к псионическому воздействию, они остаются невидимыми для жертвы, пока не подберутся совсем близко. Собираясь на охоту, они издают леденящий кровь в грик. И он собирается атаковать профессора. Профессор, ну-ка давай отступай. Мастерица, прикрывай. Вот ты здесь. Тогда профессор, давай сюда. Упырек, иди на помощь. Вернее, даже так, упырек. Иди на перехват. Профессор уже открыл огонь. О, е-е-е, попадание. Доступны новые исследования. Ваша находка, взгляда крад, открыла вам новые научные горизонты. Теперь вы можете исследовать следующие аномалии. Детектор приближения. О, у нас тут уже четыре. А, вот это дерево-предвестник и взгляда крад. Так, профессор, тебя задело, да? Рваные раны. У-у-у. Давай, иди ложись, и мастерица тебя подлечит. Блин, упырек, ты даже захватить никого не можешь. Захватить взгляда крадом. Мы его сейчас поместим сюда. Класс. Единственное, что нам нужно стен построить. Дверку нам нужно сделать. Так, здесь у нас есть вход сюда. Здесь. И здесь. Доступны новые исследования. А, то есть за поимку взгляда крада нам открыли детектор приближения. Если мы поймаем еще кого-то, то откроются вот эти вот неизвестные исследования. Окей. Профессора перевязали. А он что делает? Лечит взгляда крада. Может истечь кровью. Нежелательно. Мы бы еще не исследовали. Оп, стол для исследования. Отлично. Ну, стены. Вот, давай, давай, стены. Да. Так, единственное, что нам нужно... Убрать крышу вот тут. Ну, можно строить. Вот здесь нам крыша не нужна, потому что здесь будет стоять ветрогенератор. А ему... Его нельзя накрывать крышей, иначе он работать не будет. Так, так, так. Бум, бум, бум. И деревья также мешают работе ветрогенератора. Похоже, что мы тут надолго. Мастерица предлагает дать имя на вашей фракции. Как ее назвать? Домирион... Белый свободный договор. Гуманитарное объединение Олор. Орунд. Социалистическая унификация. Арет... Аретэхэн... Аретэд... Аретэд... Аретэдхэнэра. Социалистическая унификация меня устраивает. А вот Аретэдхэн... Аретэдхэнэ... Нет. Архического... Пути. Мы же архический путь, наша идеология, да? Или путь архизма, что-то такое. Ну вот будет социалистическая унификация архического пути. Мастерица также предлагает дать название этому поселению. Как вы назовете его? Гора шерифов. Нет. Орт Хемир. Панталонск. Окей. Какое имя недопустимо? Вот это? Слишком длинное что ли? Пускай будет просто пути. Окей. Панталонск. Да, мне, блин, сколько? Пять лет. Мне это смешно. О, мы исследуем. Существо на платформе взглядократ требуется 30. Надежность изоляции 0. Мастерица, блин, стены нужны, чтобы он не сбежал. Так, это тоже можно разрешить. Профессор, ты что там делаешь? Ты отдыхаешь. Нет, иди, вон, деревья сруби, которые нам сейчас мешать будут. Да. Мастерица, 3.85. О, так, а ты что делал? Ты исследовал его, то есть, по идее, продвигал. Ага, вот это вот дело. Отлично. Давай, 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 давай. Быстрее мы построим стены, тем лучше. Так. Достигла четверочки в строительстве и тут же принялась за ветры генератор. Супер. А, не получилось. Нет, давай-ка ты иди, стены построен нам сначала. Играет в шахматы, окей. Так, теперь. И это можно разрешить. Да нет, сначала ветрогенератор, потом плита и швейная машинка. Черепа мы так и не принесли. Один здесь, а где второй? Голодный упырек. Упырек, ты голоден. Профессор, неси горного козла. Разделай его нам на кусочки. На мясо. Неправильная изоляция. Эти твари размещены в комнатах, которые не могут их удержать. Взгляда крат. Скоро они сбегут. Укрепите стены и двери или построите оборудование для удержания пленных, чтобы предотвратить побег. Так, ну я надеюсь, что потолок-то ему не нужен. Мастерица, блин, ты не тем занимаешься. Вот, и сразу начинает разделывать. Окей, сейчас она разделает. Вернее, он разделает. А потом упырек пойдет на следующую охоту. Давай, достраивай. Оп, упырек. Иди, ешь. Все, надежность изоляции 54. Отлично. То есть мы можем... Крыша не нужна для изоляции. Окей, сразу это уже плюс. Уже плюс. О, у нас еще опции есть. Ну, как видим, да, качество перевода пока что не все переведено. Попытки побега 3,3 года. Надежность изоляции 55. Она растет постепенно. За счет чего, интересно. Здесь же ничего не меняется. 56. Так, попытки побега. Интервал между попытками побега. Интервал исследований. Получаемое знание. Использование лекарств. Только содержать, исследовать, отпустить или казнить. Интересно, за счет чего растет эта изоляция. Потому что она росла еще до того, как мастерица начала строить крышу. Так, упырек поел, да? Эх, куда горные козлы делись? А вот он. Бум. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Давай, давай. Оп, 16 часов. Давай еще один удар. Ну, 11 часов. Все, наступаем. Оп, готово. Так, эти ребятки спят. Про. Так, так, так. Пушает. Крышу еще не закончила. Нет, давай-ка ты работай над ветрогенератором. А туда придет профессор. И срубит это дерево. Нужно уже начать электричество вырабатывать. Все, так, крышу закончить. Окей. Вау. Вот, я так понимаю, серая пелена так тут окрасила нам карту. Так, нужды наших персонажей. Сытость нормально, сон нормально, удовлетворенность нормально, красота окружения нормально, комфорт. Нормально. Ну, на данном этапе игры. Воздействие серой пелены минус. Спала на жаре минус. И хорошая общая спальня минус. Так. А как вообще эта комната? Хорошо, отлично. Ну, не отлично, хорошо пока что, но тем не менее. Давайте пока вот так вот сделаем. Воззвание к пустоте готово. Изоляция тварей. Строите платформы и ингибиторы, чтобы захваченные твари не сбежали. Привлечение животных. Проводите псионический ритуал, привлекающий стадо животных. Похищение телепортации. Проводите псионический ритуал, в результате которого вы похитите случайно выбранного враждебного человека на карте. После ритуала жертва впадет в краткосрочную кому, что позволит вам взять ее в плен. Это круто. Психофагия. Проводите псионический ритуал, который активирует, атрофирует психочувствительность цели и усиливает это качество филоклинателя. У жертвы пострадает мозг. Хронофагия. Проводите псионический ритуал, который заставляет жертву устареть и дряхлеть. Заклинатель при этом омолаживается. В результате ритуала жертва также получит повреждение мозга. Эта травма может оказаться смертельной, если цель уже в возрасте. Совершайте продвинутые псионические ритуалы. Маяк из осколка. Темный осколок, размещенный на биоферитовой подставке. Биоферит фокусирует осколок, что позволяет ему перенаправлять окружающие его пси-потоки. Псионические ритуалы, проведенные рядом с маяком, имеют большую эффективность. Ритуал могут подпитывать до четырех маяков. Давайте мы начнем с изоляции тварей. Я напоминаю, что это нам позволит строить такие вот платформы, да. Осколочный ингибитор и электроингибитор. И, по идее, у нас появилось место для псионических ритуалов. Круто! Свободное со всех сторон пространство. Ну, то есть он ни с чем не может пересекаться. Окей. То есть даже деревья ему мешают. А. Интересно. Свободное со всех сторон пространство. Смотрите, это значит, что его в принципе нельзя разместить внутри стен с крышей. Или как? Так, упырек ты там где? А где наш горный козлик? Вот он. Отлично. Так, у нас еще мясо есть. Сейчас он его доест. Он не доел, даже еще осталось. То есть того козла мы привезем и еще мясо получим. Так что пока что у нас все хватает. Так, мастерица. Мастерица, мастерица. Что ты делаешь? А, о! Череп на палке. Череп на колу, вернее. Оп. Носит ритуальная маска плюс один. Черепа на колях плюс один. Отлично. Вот ты идешь. Сталь. А, да, это нужно сделать. И, кстати, сюда нужно добавить источник света. С версии, начиная с версии 1.5, стены на лампах стали доступны без модов. Раньше только в моде были стены на лампах, теперь они... Ой, лампы на стенах, теперь они доступны и без модов. Ну, я не могу его развернуть на эту стену. О! Не знаю, почему-то сразу не захотел. Так, это профессор, это мастерица. Я вообще предпочел бы, что ты нам плиту приготовила, чтобы мы готовить могли. Нет, не стул. Давай-ка вот электроплиту. Так. Одежда. Значит, что нам нужно поставить сразу из одежды? Нам нужны будут рубашки, плащи, штаны должны быть. На голову у нас вот эти вот ритуальные маски, которых я здесь не вижу. То есть, это, видимо, под каким-то исследованием закрыта. Маска. Вот, ритуальная маска. Для этого нам нужна формовка биоферита. Сначала нам нужен сборщик биоферита. Если разместить устройство рядом с фиксирующей платформой, то она будет высасывать биомассу из находящейся на ней твари, превращая ее в биоферит. Крупные существа дают больше биоферита. Для большинства твари этот процесс проходит болезненно и повышает вероятность побега. Одна фиксирующая платформа может обслуживать только один сборщик биоферита. Тогда как каждому сборщику можно подключить до четырех платформ. Окей. То есть, следующим мы будем изучать биоферит и формовку биоферита. И потом по течению телепортации. Так, задание. Приготовить простые блюда. Четыре, один, до десяти, до двух. И мы пока что не будем для этого использовать мясо. Потому что мясо нужно нашему упырьку. в неприготовленном виде. Странники молят о припасах. Группа бедных путешественников с ребенком приближается к поселению в поисках помощи. Путешественники просят медикаменты в количестве двух единиц. Им нужны медикаменты, чтобы помочь своим друзьям из разграбленного налетчиками поселения неподалеку. вы можете дать путешественникам необходимые предметы, выбрав поселенцев и нажав правой кнопкой мыши на хлеб. Путешественники отправятся в путь через один день. Эти путешественники принадлежат, не принадлежат какой-либо фракции. если вы захотите, если вы хотите, вы можете убить, арестовать, продать в рабство или пустить их на органы без каких-либо дипломатических последствий. Два медикамента. Так, где они там есть? У них все в порядке со здоровьем. Железные нервы. 7 лет ребенок и нет никаких интересов. 30 лет. Интересы в умственный труд. 13. Неплохо. Эмоциональная нестабильность, эффективный сон и ловкость. Обозленный студент и безумный бухгалтер. Но давать вам медикаменты я не собираюсь. Ну и, наверное, захватывать вас я тоже не буду. Полку от вас немного. Так. тебе ничто не мешает. Просто ветер не слишком сильный. Окей. Так, упырек. Давай, иди. Где тут еще один горный козлик-то? Вот он. Тут рядом еще, блин, варк. Окей. Надо быть аккуратным, осторожным, чтобы варк на нас не напал потом. эти двое спят. Двухфазный сон очень полезен для поддержания настроения. И, в целом, не обязательно использовать двухфазный сон, безусловно, да, но я предпочитаю хотя бы в начале игры его использовать, когда людей не так много, потому что они тогда будут лучше, готовы реагировать на любые происшествия, которые с ними могут случиться, любые события. Допустим, нам нужно будет срочно защищаться, если на нас кто-нибудь нападет. Если использовать один сон, то к вечеру люди уже будут уставшие, им будет сложнее защищаться. А используя двухфазный сон, то есть... О, ты его уже победил. Отлично. Используя двухфазный сон, то мы намного ускоряем, увеличиваем соотношение того, какая у нас бодрость, требования по бодрости и, соответственно, больше шансов выжить в долгосрочной перспективе. Так, мастерица, ты что делаешь? Несешь горную козу. Тебе еще нужно построить вот этот стол для резки камня. Так, я здесь еще не закончил. Штаны и головной убор. Пу-пу-пу-пум. А, подожди, у тебя ритуальная маска, а у тебя церемониальный капюшон. Так, а церемониальный капюшон тоже здесь открывается? Да, окей. Тогда все в порядке. Здесь давайте мы разберем лишнее. Получим за это материалы, из которых оно было собрано, но не 100%. Хотя с модами это тоже можно изменять, можно получать 100%, но хотя бы часть материалов мы получим, и это уже будет неплохо. окей. Да, правильно. Только нам нужно было начать бы вот отсюда. Это толку от того, что они здесь. Так, мы переставляем заправлять автоматически этот пакел, потому что вместо него мы построим обычную лампу да, достраиваем кабели, смотрит на звезды. Заросли амброзии. Заросли загадочного кустарника амброзии раскинулись неподалеку. Если вы подождете, пока она созреет, вы сможете собрать ее соблазнительные лакомые плоды, обладающие легкими наркотическими свойствами. Это наркотик, который можно собирать и потом продавать, потому что использовать наркотики конечно я не планирую. Во всяком случае пока в этой игре. Самый простой способ как собирать амброзию, потому что она должна созреть, а мы можем про нее забыть. Можем. Уназначено забуду. Поэтому самый простой способ мы создаем вокруг нее зону посадки и просто ее запрещаем. То есть мы здесь ничего не выращивать не будем, но все что созреет на этой площади наш человек потом автоматически придет и соберет этот урожай. Поэтому это самый простой способ. Мастерица, ну ты там что? Давай потом перед сном ты эти проводочки доделаешь кобеля. спать-то спать-то не собираешься? А, уже прошел период, когда у тебя принудительный сон, поэтому сейчас ты можешь заниматься чем угодно. Я почти уверен, что скоро все равно пойдешь спать. Так, блоки. Отлично. Что у нас доступно? Здесь гранит. Гранит самый твердый камень в игре. из него самые лучшие стены, самые прочные. Из пластила наверное будут прочнее, но я имею ввиду самые прочные из камней. Еще у нас есть сланец и мрамор. Мрамор камень, который дает самый большой бонус к красоте. Если построить стены из камня, то они будут нейтральные по красоте, так же как из дерева. Вот мы видим, ничего не подсвечивается. Цветочки дают плюс 14, но земля дает минус 3, поэтому плюс 11. А если мы сделаем стену из камня и из мрамора, то из мрамора будет стена на каждый кусок стены давать плюс 1. Некуда отнести. Мы не сделали зону хранения для материалов. Тогда давайте ее сделаем куда бы ее разместить то. Давайте вот здесь. Склад запретить все. Материалы кроме растительных. Низкий приоритет. тоже ставим низкий приоритет. Здесь остается обычный, чтобы сюда пришло раньше, чем сюда. Так, так, так. Да, здесь нам нужно было убрать, чтобы не блокировать двери. Двери блокировать не надо. Древняя опасность. Ну, вот, как раз здесь, как я и говорил. Поэтому пока что мы это вскрывать не будем. так, ты уже начинаешь разбирать. То есть все, что было возможно, ты уже построила. Давай мы тебе поставим гранит, мрамор и сланец. Повторять до, повторять до, повторять до. К сожалению, мой любимый мод на то, чтобы здесь было удобнее все это делать, пока еще не обновился. Как только обновится, я его естественно добавлю. сужаем радиус действия, то есть радиус, в котором человек будет искать материалы для этой работы. Чуть-чуть побольше надо, чтобы он закрыл все наше хранилище. Так. И количество я обычно ставлю в начале до не больше 200. Можно, конечно, и меньше, но на мой взгляд, это оптимальное количество по соотношению того, сколько оно увеличивает стоимость нашей колонии по отношению к тому, сколько нам нужно, как часто нам нужно будет над этим работать. И сколько нам нужно для производства какого-то отдельного единицы товара. окей. Так, так, так. Здесь полы тоже нужно будет разобрать. С них мы тоже сможем немножко получить. Но следующим проектом я хочу начать строить стены вокруг поселения древний механоид. Проходя мимо останков древнего механоида экзострайдера, мастерица заметила работающий передатчик внутри него. передатчик можно извлечь и расшифровать, чтобы получить ценную информацию. Огромный механоид почти весь оплавлен выстрелом из мощного энергетического оружия. Чтобы достать передатчик, корпус механоида необходимо разрушить. Осторожно, топливные элементы зажигательного орудия нестабильны и скорее всего взорвутся при повреждении. Окей. Это вот здесь. Ну, баловаться с механоидами мы не будем, но лишнее мы здесь разберем, чтобы можно было стену построить. И следующий мой проект это как раз будет защитная стена. Давайте мы захватим вот эти кусочки, потому что они уже стоят как нам надо. и добавим домашнюю зону. И покроем домашней зоной все наши строения, чтобы они ремонтировались, защищались от пожара. И вообще, чтобы здесь все убиралось. Так, так, так. Когда мы нарубим камней, нарубим строительных блоков, то я начну строить стену здесь, здесь, здесь и здесь. Давайте мы спроектируем нашу будущую, будущий туннель смерти. Ну, он будет небольшой, но хотя бы что-то. с этой стороны. Сюда они заходят, идут сюда. Здесь они смогут зайти. И тут мы будем встречать нашим ударным кулаком. Нравится мне это? Не нравится? так или так. Строить сложный киллбокс я пока не хочу. Да и вообще не знаю буду или нет. У меня с этим не очень хорошо. Да, я думаю, что вот так сойдет. здесь мы построим баррикаду. Здесь будут стоять наши стрелки. Входящие враги будут с этой стороны и мы будем отсюда расстреливать. Окей. Упс, прошу прощения. Так. Так, мне надо прерваться. Впнулся. тёмно-зелёными крышами. Тёмно-зелёными крышами. Вот такими вот. Потому что на таких клетках, если на них нету стены, может возникнуть, могут всплыть жуки. Хотя мы отключили их фракцию, я не уверен, что это отключает вот это событие. Ну и мод, который я использую, один из модов, он делает ещё, в нём есть опция, которую я всегда использую, что жуки не смогут всплыть на этой точке, если на ней установлена не только стена, но и пол из камня либо железа. Вернее, этот мод делает так, что он эту точку делает непригодной для начала такого события. Но если где-то рядом есть точка непокрытая полом или стеной, то на такой точке могут начаться это событие, и тогда в этой точке жуки смогут вылезти. То есть само событие не может начаться в этой точке, но продолжиться, скажем, в этой точке оно может. Это мне опция очень нравится в этом моде. Так, здесь мы вот эти стенки оставим. Давайте пока это отключим, потом мы будем шлифовать стены. Профессор читает, мастерица изучает монолит пустоты. Отлично. Ты не сбегаешь? Тебя пока изучать нельзя. Окей. Это ну за эти два уже подходят к концу второе видео. За эти два видео мы успели сделать больше, чем я за три видео. Так что да, все-таки место старта конечно имеет значение. я постарался немножко ускориться. Давайте мы перенесем стол сюда, а эти табуретки разберем. Они нам больше не нужны, потому что у нас есть стулья. Даже нормальный стул есть один лично. упрек. Упрек, я про тебя забыл. Еда у нас есть, мясо есть, но тебе нужно следующего идти добывать. На этих деревьях какие-то цветки появились. Выросло на 38%. А, озон расширилась расширилась у них. Ну, давайте на этом сейчас остановимся. Продолжение в следующий раз.